ну что ребятки привет ну что ж приступаем сегодня я вам хотел объяснить тему предназначения еще раз да и объяснить почему нет никакого предназначения то есть как я это рассмотрел то есть раньше я тоже верил в эту идею странную что есть кто-то или что-то которое мне назначает как мне жить но чем глубже я рассматривают больше я понимаю что нет никто нам ничего не назначает знаете то есть предназначение тоже что но есть так за дословно с русского переводить это же позиция следствия то есть вы являетесь следствием от чего-то или от кого-то и вот это что-то или кто-то диктует вам в авторитарном режиме чем вам заниматься да ну то есть вот так вот если перевести это слово предназначение вам что-то предназначено кем-то или чем-то предназначено вот занимать какое-то место или что-то делать в жизни понимаете то есть такая ущербная позиция то есть у вас нет свободы выбора у вас нету права выбирать там вот сюда или сюда все уже что-то предназначенного у вас уже какая то есть модель которая навязана вам там с детства и не за с рождения и вот вы движетесь по какой-то траектории то есть такой фатализм да какая-то совершенно не разумно неразумная вещь но давайте разбираться с этим более детально а что люди называют предназначением то есть чем вот привлекательна эта тема чему так интереса много вот к этой теме то есть люди же понимают что то часто чем я занимаюсь это то что мне не интересно делать понимаете то есть вся тема предназначения она примитивная она очень простая то есть я вынужден якобы чем-то заниматься для того чтобы зарабатывать деньги например да для того чтобы зарабатывать деньги и я делаю то что я не хочу делать я себя заставляю я себя мучу я вынуждаю себя снова и снова заниматься чем-то потому что мне что-то надо и никакого выбора у меня здесь нет. Понимаете, вот, это основная позиция у большинства людей. То есть они считают, что у них нет выбора. То есть они сами приняли решение держаться за какую-то деятельность, за какую-то тему и зарабатывать вот именно таким образом деньги, да. И они сами не верят, что они могут зарабатывать деньги каким-то иным образом. Понимаете, вот то есть что происходит. То есть привыкли определённым образом жить. Сами совершили неправильное решение под влиянием каких-то идей, под влиянием того, что на них каким-то образом оказывало давление, воздействие. Возможно родители, возможно социум, возможно они что-то прочитали, обусловились какими-то идеями, поверили в эти идеи, что для них единственный способ заработка вот такой. Понимаете? То есть вот-вот только так можно зарабатывать деньги. Только через не хочу, только через то, чтобы давить себя, да. И вот они выбирают это, потом обнаруживают, что этот выбор ведёт их в деятельность, которая неинтересна, но которая ими и остальными признаётся как что-то важное, как что-то нормальное, как что-то единственное, где можно зарабатывать деньги. И они словно сами себе навязывают ту деятельность, которая им на самом деле ну неинтересна, не хотят они. Они здесь не испытывают интереса, не испытывают творческого процесса какого-то. то есть им неинтересно здесь развиваться. То есть они видят, что им здесь неинтересно, но они продолжают там оставаться, принимать решение, что это нормально. Вот и всё. Вот вся тема предназначения. То есть ты сам себе назначаешь заниматься тем, что ты не хочешь делать. Ты сам себя подавляешь. Ты сам себя ну словно сам себе навязываешь то, что ты не хочешь делать. То, что тебе не даёт ни развития, ни интересной игры, ни достаточного количества свобод, ни достаточного количества результата, то есть ни денег не даёт, ни интересного окружения тебе не даёт. Но это же ты продолжаешь каждый день утром вставать и продолжаешь поддерживать вот такую деятельность, такую жизнь. Это ты делаешь. Причём здесь предназначение? Причём здесь это кто-то тебе назначает? Нет, это твой бессознательный выбор. Это делаешь только ты. И поэтому здесь следующий момент. А как тебе вернуться в то, что все называют предназначение? Давайте расшифруем, что хотят люди, когда называют жить в своём предназначении. Ребята, всё просто. Они хотят подняться по тону, они хотят интересно жить, заниматься творческой, развивающей их деятельностью. Они хотят иметь достаточно свобод, достаточно результатов, достаточно хорошее, позитивное, конструктивное, поддерживающее окружение. Вот что называется предназначением. То есть я хочу жить так, как я хочу. Я хочу жить так, как я хочу. Так как я это для себя вижу разумным, полезным для себя, для близких своих, для людей вокруг меня. То есть я занимаюсь какой-то полезной деятельностью для себя, любимого, для себя и для других людей. То есть я что-то созидаю в интересной мне деятельности, развиваюсь там, создаю какой-то ценный продукт, который мне интересно создавать и который интересен другим людям. Вот и всё, всё, что называется предназначением. То есть это не какое-то, это не предназначение на самом деле. Это просто разумный, высокотонный, ответственный, рациональный, очень рациональный, очень выживательный образ жизни, где вы не допускаете того, чтобы у вас появилась какая-то сфера деятельности, да, возможно, в которой вы зарабатываете какие-то результаты, но которая больше вам не полезна и не развивает вас и перестала быть интересной игрой. Вы администрируете это и вы сами не допускаете того, чтобы в вашей жизни происходили такие вещи. Либо вы сами это допускаете, либо вы снимаете с себя ответственность и начинаете винить. Это божественное проведение, это виноваты родители, это виноват социум, да, кто-то виноват в том, что я каждый день утром иду на нелюбимую работу и зарабатываю деньги таким образом, которые мне не нравятся. Это кто-то виноват. Это не я. Это утром не я каждый день продолжаю соглашаться с этим и поддерживать это снова и снова. Это не я. Это кто-то делает, да. И вот начинается странная логика, самооправдание. Часто вот люди годами этим занимаются, ноют, ходят, сами себе рассказывают и другим рассказывают, что это судьба. Это вот ничего с этим нельзя сделать. Вот ничего нельзя сделать. Где же это предназначение? Как же мне его найти? Да очень просто. Отпусти всё, что ты ненавидишь. Перестань поддерживать то, что тебе неинтересно. Перестань ходить туда, где ты не развиваешься. Перестань играть в то, что тебе неинтересно. Прими решение и займись реорганизацией своей жизни. Вот и всё. То есть получение того, что ты называешь предназначение, связано прямо с отпусканием того, что ты не переживаешь, как якобы своё предназначение. То есть тебе это не нравится, ты это не любишь делать, тебе это неинтересно, это неконструктивно, это неразумно, это не оптимальный способ заработка для тебя. Но ты продолжаешь каждый день по привычке его поддерживать. Вот это называется не быть в своём предназначении. Ты соглашаешься с тем, что тебе не подходит. Ты продолжаешь носить на два размера или на три размера обувь меньше, чем тебе подходит. Тебе там трёт, тебе болит, а ты продолжаешь в ней ходить. Понимаешь? Это ты делаешь. Причём здесь кто-то тебе что-то предназначает. Это твой выбор, твой бессознательный выбор. Ты каждый день бессознательно выбираешь то, что тебе не подходит. Вот рано или поздно до тебя дойдёт эта вещь, что оказывается у тебя есть право, это твоё право, по праву рождения выбирать то, что тебе лучше подходит. Делать то, что тебе интересно. Делать то, что тебе полезно. То, где ты можешь что-то созидать, приносить ценность и создавать что-то полезное для других людей. Это ты делаешь. Тебе всё не подходит. Всё не может не подходить. Понимаешь? Это ещё одно самооправдание, чтобы не продолжать искать то, что тебе подходит. Проще же, Люба, сидеть и говорить «Мне ничего не подходит», чем продолжать каждый день искать то, что тебе подходит. Понимаешь? Это твой способ просто не брать за это ответственность. Понимаешь? Везде по чуть-чуть. Не надо везде по чуть-чуть. Не надо везде по чуть-чуть. надо ходить куда-то тотально вот пошла тотально и идешь развиваешься обучаешься делаешь все возможное чтобы получить в этом результаты и вот сохраняешь этот боевой дух интерес тебя это прет тебя интересует и ты обучаешься получать лучшие результаты в этом если ты видишь что либо угасает интерес то есть но не интересно в какой-то момент и видишь но не твоя деятельность такое бывает ты чем-то занималась вдруг обнаружила не твое или у тебя даже твое даже твое но результата не получается результата не получается значит надо перестраиваться то есть все время нужно изучать обучаться исследовать как здесь лучше что-то делать чтобы сошлись разные факторы с одной стороны ты любишь продолжаешь испытывать потенциал интерес к этому с другой стороны ты постоянно обучаешься делать это лучше лучше делать лучшие результаты с меньшим количеством действий наш это параллельные процессы если у тебя где-то что-то не получается возможно не та форма просто ты застряла в одном и том же это чаще всего люди приходят им интересно в начале им интересно потом они начинают делать одно и то же каждый день они не развиваются каждый день они не уделяют время тому чтобы обучаться тому чтобы и еще лучше это делать еще постоянно развиваться они этим не занимаются они вот и считает я молодец я умный я уже все умею мне это нравится я буду просто применять то что я умею развития нет во что это превращается со временем это превращается в монотонность до в монотонность в рутину ты делаешь одно и то же нет развития соответственно если ты не развиваешься ты начинаешь какой-то момент терять к этому интерес и деградировать в любой деятельности ты заходишь ты должна постоянно обучаться постоянно шлифовать постоянно улучшаться каждый день только ты чувствуешь что что-то не то нужно смотреть и понимать а что не то а что вот в этой любимой деятельности что-то мне начало не подходить а что конкретно то что мне не подходит так я наверное делу одно и то же каждый день а что я могу изменить то есть как я могу взять ответственность за это чтобы лучше этим управлять и изменить это это кто за тебя сделает а никто понимаешь это тебе надо понять что если у тебя начинается монотонность ты ее допускаешь это ты допускаешь это не кто-то делает это ты сама делаешь в своей жизни каждый из нас кузнец своего несчастья и счастье в этом смысле понимаешь я сама мечтаю стать врачом сегодня в медколледже я поняла что это не мое а как ты поняла что это не твою объясни мне пожалуйста ты поработала врачом уже а как ты поняла не поработал врачом твое это или не твое может тот способ образования тебе вот который сейчас ты в котором находишься возможно он тебе не подходит а возможно ты допустила множество ошибок возможно ты безответственно к этому образованию относишься ты не умеешь учиться например ты наглоталась непонятных слов да возможно у тебя существует какие-то препятствия в этом обучении это что ты говоришь это не мое на самом деле является защитные реакции по поводу материала который ты не понимаешь а может быть вот это может быть ты потерпела какие-то поражения в этом обучении и сделала из этого выводы что вся эта дисциплина теперь не твоя а знаешь вот такое бывает очень часто человек учится и что-то начинает не понимать и в какой-то момент не разобравшись он принимает решение о это вся область не моя это же проще всего проще всего себе сказать нет это не мое родители много убеждения дали против профессии врач это хорошо по их словам до врач это не по их словам хорошо это вообще хорошо быть врачом который реально хорошо делать свое дело с пониманием разумно это очень хорошо это благородная профессия помогать людям спасать жизни часто до поддерживать людей это способ поднимать людей тоже по состояниям но ты можешь просто в этой профессии получить огромное количество ложных данных то есть ты можешь обучаться таким образом что ты просто веришь в какие-то догмы медицинские и в какой-то момент просто не соотносишь их например со своей практикой да то есть когда ты начинаешь быть практикующим врачом ты можешь не видеть что то что ты выписываешь и вообще сам подход который ты практикуешь он не дает результатов он не работает с причинами понимаешь тот врач который как говорят в народе до от бога он как раз видит что является причиной заболевания и он умеет человеку помочь таким образом чтобы помочь ему справиться с причиной заболевания обычная классическая медицина она часто не выпускает таких людей то есть не выпускает таких специалистов которые призваны работать с причинами заболеваний поэтому в основном классическая медицина она работает со следствиями как бы убрать нам отключить следствие не осознав причины не уладив причины дело не в том что тебе кто-то говорит что медицина плохой или хорошо дело в том если у тебя интерес таким образом проявляться в жизни интересно ли тебе помогать людям интересно ли тебе возиться вот с этими болезнями и получать победы вместе с людьми в решении этих проблем я сомневаюсь ты думаешь много вот что ты делаешь а тебе не надо много думать тебе надо брать и делать изучать изучать смотреть как идет справляться с препятствиями в обучении интересно продолжай интересно продолжай если сохраняется интерес к теме продолжай справляйся с препятствиями справляйся с препятствиями в образовании справляйся с препятствиями с препятствиями в продолжай быть верной тому что тебя продолжает интересовать если у тебя есть живой интерес к какой-то теме справляйся с препятствиями там не застревай не соглашайся с какими-то вещами которые тебе непонятны или не подходят не соглашайся справляйся с этим если ты так будешь делать то у тебя все получится если ты не будешь просто верить в глупые идеи и не соотносить эти глупые идеи с реальностью если будешь соотносить идеи с реальностью и видеть как какая-то идея соотносится и как она работает или не работает тогда ты будешь все более более разумным человеком разумный врач ну вот какова его работа до увидеть приходит пациент и увидеть от чего у него вот то что с ним происходит от чего что с ним такое происходит что является подлинной причиной того что с ним происходит и помочь ему осознать эти причины поддержать его и возможно даже лекарствами какими-то до тех пор пока как бы это причина не выйдет на поверхность пока он не осознает это все понимаешь тут медицина очень часто начинает переходить в психологию то есть любой врач он должен быть психологом в первую очередь потому что многие болезни это просто ну результат невежества людей то есть он например неправильно питается он к тебе приходит с результатами своего неправильного питания ну что ты ему будешь прописывать какие-то таблетки от не знаю там от желудка от кишечника если у неё грязный кишечник если у него забит весь организм какими-то токсинами да какой смысл в этом прописывать ему какие-то таблетки еще набивать туда дополнительные какие-то химические элементы и всю всю эту гадость если он просто ну как бы за интоксицирован понимаешь он просто интоксицирован Ему надо разгрузиться, помочь, очистить его. Поэтому у классической медицины, которая на сегодняшний день существует, у неё есть своя зона применения. Просто эта зона применения не распространяется на всё. Вот эти химические препараты, операции, когда нужно справиться с травмой какой-то. Это всё нужно, это всё важно. Просто очень часто это уже крайние какие-то проявления. У меня карточка опять закончилась на камере. Жуть. Ладно. Понимаете? Таким образом нету, давайте финализируем сегодняшнюю трансляцию, нету никакого предназначения. Никто вам не назначает извне, чем вам заниматься в жизни. Нету этого, нету этой высшей силы, нету этих людей, которые вам говорят, как всё должно быть правильно. Нет, вы можете верить в эту силу, вы можете верить этим людям, но поймите основной месседж, что под всем этим есть ваша самоопределённость. Вы сами можете с чем-то соглашаться и говорить, да, да, вот это так для меня. А можете не соглашаться и смотреть, что действительно для вас. Понимаете? Что является действительно вашим размером. Что является тем, что вас поддерживает в интересе, в драйве, в разумности, в полезной какой-то деятельности, конструктивной в жизни. И если вы занимаетесь прямо сейчас какой-то неинтересной деятельностью, если вы зарабатываете деньги неинтересно, если вы застряли в том, что вам уже монотонно, однообразно, рутина сплошная, интереса нету, если вы где-то не развиваетесь, да, в этой деятельности. Там даже бывает часто, что не в деятельности проблема, а проблема в том, что вы не развиваетесь. Всё это, в конце концов, ваша ответственность. Это ваши стратегии, это ваши отношения, это ваши ошибки. Причём здесь предназначение извне. Это вы сами делаете всё со своей жизнью, своим мышлением неправильным, своим согласием с какими-то идеями, которые не делают вашу жизнь лучше и не поддерживают вашу творческую, интересную, свободную жизнь, где реализуются ваши свободы и права, где вы реализуете свой интерес, свой потенциал и делаете свою жизнь максимально разумной. Это вы делаете. Вы, находясь в состоянии какой-то обусловленности, невежества, верования в какие-то странные идеи, которые вам не помогают в объективной реальности, да, продолжая поддерживать то, что вы не любите, то, что вам не откликается, то, что вы уже, скажем так, проехали, да, застряли где-то. Вы это делаете, вы это сами поддерживаете изо дня в день. И то, что вы называете «ой, я живу вне своего предназначения», да вы сами себе это назначили, жить вне своего предназначения. Это не кто-то сделал. Даже если кто-то вам что-то говорил, вы это поддержали, вы этому сказали «да, да, я с тобой соглашаюсь» и начали это внедрять в свою жизнь. Понимаете, это вы делаете всё своим вот этим вот пассивным согласием или активным согласием с чужими идеями, которые никак не улучшают вашу жизнь. Или со своими идеями, да. Вот утром надо вставать, идти на ненавистную работу, и вы сами себя убеждаете, почему нужно это сделать. Ради денег. Объясняйте. Мне же надо денег заработать, да. Или если я отпущу сейчас эту ненавистную деятельность, ой, что-то там ужасное случится. Да ты отпусти, посмотри, может ничего и не случится-то. Может ничего и не произойдёт. Может быть ты отпустишь, выдохнешь, отдохнёшь немножко, поднимешься по тону, и в этом более, ну скажем так, позитивном, конструктивном состоянии, когда ты наконец уже отпустил то, что тебе ненавистно, в этом новом интересе к жизни ты найдёшь что-то, что тебе более интересно. Понимаешь, вот часто ко мне обращаются люди, они же все хитрожопые, они хотят оставить старое ненавистное, и в этом состоянии хождения на ненавистное они хотят новое найти, интересное. Да невозможно, ты просто в целом находишься в таком состоянии, ты не можешь в этом тоне, в этом энергетическом состоянии найти то, что ты называешь своим предназначением. То есть ты не можешь найти интересную деятельность, потому что ты на шкале ТОНОВ, находишься намного ниже, чем интерес. Вот до интереса, где у нас там сильный интерес, 3,3, до него подняться надо. А ты обычно находишься где? Неинтересующийся скука, монотонность, антагонизм, враждебность. То есть находясь вот в этой однообразной деятельности, которая тебя уже нигде никак не воодушевляет, ты же поддерживаешь вот этот вот ТОН эмоциональный в своей жизни. То есть ты поддерживаешь своими действиями, своими убеждениями, своей логикой, эмоциональный ТОН, где нет интереса. То есть ты сам себя не пускаешь в интересную жизнь, цепляясь за старое. Ну так перестань за него цепляться, отпусти его уже. Глядишь ты, отпустишь эти камни, восстановишься в своем более высоком состоянии, откроешься к чему-то новому в жизни, пойдешь туда. Или в той же самой деятельности, где ты сейчас работаешь, может быть ты любишь, может быть тебе нравится этим заниматься, да у тебя бардак там просто. Ты допустил бардак, у тебя неподходящие формы взаимодействия с этой областью. То есть область ты любишь, ты любишь этим заниматься, просто ты допустил хаос, неорганизованность, отсутствие развития. Это ты сделал, понимаешь? Ты не хочешь взяться за эту область, уладить там все, навести порядок и глядишь в этом порядке, у тебя восстановится опять интерес к этой деятельности. Такое тоже может быть. И с этого надо начать всегда. То есть я рекомендую не сразу резать ту область, в которой вы работаете. Сейчас один момент. То есть первое, с чего стоит начать, это часто упорядочить ту область, в которой ты находишься. То есть постараться внести вот какой-то больше порядок в то, чем ты занимаешься. У тебя там может быть уже хаос, попустительство какое-то, внести в это больше порядок, уладить. Если это уже не поможет, в конце концов, даже новый порядок, то, что ты начал прокачиваться, развиваться в этой теме, тебе не помогает, тогда уже, если дело дрянь, если ты здесь реально не можешь получать подходящие тебе результаты, например, ты работаешь в какой-то компании, и тебе не может эта компания предоставить лучшие какие-то возможности, тогда уже ты можешь увольняться и уходить, понимаешь? Но часто человек, вот я по своему опыту говорю, человек пришёл, и я вижу, он работает, он более-менее неплохо делает то, что он делает, но он уже в рутине. А он почему в рутине? Это его выбор. Он не хочет развиваться. Я всем им говорю, ребята, у вас есть возможность развиваться в компании. Если вы будете демонстрировать ответственность, способность хорошо справляться с этим, постоянный рост, желание учиться, да, желание читать книги. Вот у нас, например, в офисе была в комнате отдыха библиотека, и я всегда смотрел, вот кто-то тянется или не тянется. Нет, в основном люди приходят, и они впадают в монотонность, понимаете? Они, вот чуть-чуть был интерес в самом начале, они что-то научились делать, потом они делают это на автопилоте, и они перестают развиваться. И они в какой-то момент заходят в этой монотонности до такого состояния, что они начинают опускаться в антагонизм. То есть они перестают любить то, что они делают. А почему это происходит? А потому что они, это их позиция, они не хотят обучаться, не хотят развиваться. Их устраивает текущее положение вещей, они хотят жить в этой монотонности. Их устраивает эта монотонность. Это позиция человека. Это позиция неуспешного человека. Меня устраивает текущее положение вещей. я не хочу улучшаться не хочу развиваться здесь эта позиция то ваше состояние психики а если человек приходит и начинает делать супер свою работу и говорит давай еще я здесь уже все наладил как бы здесь мне все понятно я и по фактам по статистикам видно что он справляется лучше всех и он говорит давай еще это значит способный человек ответственный он любит учиться он любит улаживать он любит какие-то вызовы он любит с ними справляться вот эта звезда вот эта звезда ему надо сразу делать трамплин то есть ему надо переводить на следующий пост на следующий пост на следующий пост и таким образом делать ему карьеру потому что это человек способный он не будет монотонности долго сидеть вот такие люди быстро много всего добиваются в жизни даже он придет в какую-то компанию не обязательно ему своим бизнесом заниматься он сделает быстрый карьерный рост почему до человек такой позиция такая хочу учиться хочу брать ответственность хочу быть лучшим хочу это делать хорошо если какие-то проблемы хочу с этим справляться это состояние это состояние это не какое-то предназначение он любит справляться с этим он любит расти он любит развиваться мне не любит вот этой бы одно и то же каждый день делать и ждать что одними и теми же действиями он придет к новым результатам такое не бывает поэтому забудьте про всякое предназначение забудьте попасть про позицию что вы чего-то ждете что-то само должно вам открыться это не то чтобы сама она должна открыться если вы берете ответственность если вы развиваетесь делаете все возможное от вас используйте те возможности которые есть перед вами начинают открываться все большие возможности просто вашу позицию все начинают замечать и под эту позицию начинают открываться новые двери новые возможности на этом все спасибо что были если понравилось ставьте лайки сердечки подписывайтесь если остались вопросы пишите в личку пока пока